Детские пособия, поддержка участников СВО и санкции для коммунальщиков. Новости июня, которые касаются всех. Больше трех веков. День рождения, отмечает полиция. Свалка у ручья быстрец и незаконная вырубка в заповеднике. Надзорные органы на страже порядка в окружающей среде. Новые правила назначения детских пособий, усиление ответственности для коммунальщиков и поддержка участников СВО. С июня в России вступили в силу новые законы и правила. Подробнее в следующем материале. Начнем с изменений в Рязани. С июня коммерческие перевозчики подняли стоимость проезда в маршрутках. Теперь он стоит 36 рублей. Цена будет подниматься постепенно на разных маршрутах. С 1 числа, например, на 41 и 47 маршрутах. С 15 на 71 и с 25 на 78. Это выборочная статистика. Цены повысится на 27 маршрутах. Полный перечень можно посмотреть на сайте городадминистрации. О поднятии цен мэрия заявила после того, как получила уведомление от организаций и индивидуальных предпринимателей о повышении проезда. Согласно федеральному закону, тариф на проезд перевозчики устанавливают самостоятельно. Утвертен новый порядок учета алиментов при назначении пособия. С июня алименты учитываются на основе фактически поступивших сумм. А если исполнительное производство не было возбуждено, то заявитель может сам указать эти данные. Если данные поступят в службу судебных приставов, то соцфонд возьмет информацию оттуда. Если родители договорились, то учитывается сумма, указанная в заявлении. Сумма это может быть меньше той, что установлено в семейном кодексе. То есть четверть мрот на одного ребенка, треть на двоих, половина на трех и более. В продолжении о детях появится новая форма справки о здоровье ребенка для детского лагеря. Изменения эти направлены на улучшение контроля за состоянием здоровья детей и обеспечения их безопасности во время пребывания в оздоровительных лагерях. Речь идет о справке 079У и порядке ее заполнения. Теперь в документе надо врачу перечислить не только инфекционные, но и неинфекционные заболевания ребенка. Плюс травмы и операции, которые ребенок перенес. Участники СВО, которые получили тяжелые ранения, получат специальные средства передвижения. Речь идет про автомобили с ручным управлением. Их будут вручать участникам СВО, которым из-за ранения сложно передвигаться самостоятельно, и у которых нет возможности протезирования. С 9 июня за плохие коммунальные услуги будут штрафовать. Например, за подачу загрязненной воды штраф на должностных лиц 10 тысяч рублей. Для юридических до 50 тысяч. Для сравнения, раньше он был тысячу и 10 тысяч соответственно. Юристы рассказали, что для перерасчета необходимо обратиться в УК и сообщить о проблеме. Представитель управляющей компании нарушения зафиксирует и составит акт. Перерасчет будет делаться с момента составления акта, говорят специалисты. Пожилым людям после 80 лет повысят пенсию. Прибавку получат именинники Майя. В 2024 году сумма прибавки больше 8 тысяч рублей. Также фиксированную выплату удвоят пожилым людям, которые получили первую группу инвалидности. Правда, повышение будет по одному из двух показателей. Об изменениях с середины месяца. С 13 июня вступит в силу перечень правительства страны с иностранными санкциями. Теперь, если их ведут, то компании смогут засекретить ряд данных о себе. С 18 июня расширят список жизненно необходимых лекарств. В него вошли три комбинированных препарата для лечения больных с различными вирусными и бактериальными инфекциями и инфекционно-воспалительными заболеваниями, а также два новых лекарства, необходимых пациентам с рассеянным склерозом. Сегодня отмечается 306 лет со дня образования российской полиции. 5 июня – памятная дата, которая объединяет все поколения сотрудников органов внутренних дел. Она напоминает о долгой и славной истории преемственности поколений, достижениях и лучших традициях российской полиции. Светы генеральному комплексу памяти сотрудников органов внутренних дел Лизанской области, погибших преисполнение сюжетных обязанностей и ходов в Великой Отечественной войне, возлагали начальник группы России в Лизанской области, генерал-малер полиции Владимир Анатольевич Алай. Одно из традиционных мероприятий, посвященное 306-летию со дня образования российской полиции, это возложение цветов к памятнику сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей и в боях в Великой Отечественной войне. Память погибших почтили минутой молчания. Принято считать, что свою историю российская полиция берет с 5 июня 1718 года, по новому стилю. Тогда Петр Первый издал указ, именуемые пункты, данные Санкт-Петербургскому генералу-политмейстеру. Тогда полиция не только боролась с преступниками, но и с пожарами, наводнениями и даже с необоснованными повышениями цен на рынке. Кстати, первые фонарные столбы и скамейки в российских городах тоже устанавливали полицейские. Они же курировали и вывоз мусора, и мощение улиц, и даже воспитание детей. Схема работы тогда может показаться до боли знакомой сейчас. Город делился на районы, в каждом из них работала канцелярия частного пристава. Районы подразделялись на кварталы, в которых полицейскую власть осуществляли квартальные надзиратели. Им помогали квартальные поручики, которых выдвигало местное население. Кварталы, в свою очередь, делились на околотки. Согласно правилам, околоточный надзиратель был должен знать всех жителей своего околотка, следить за порядком и помогать соскной полиции раскрывать преступления. Со временем часть функций полиции перешла другим ведомством. Да и не раз менялось название и структура. Однако главная задача осталась прежней – обеспечение общественного порядка и борьба с нарушением закона. Страсти вокруг ручья Быстрец не утихают. На этот раз, благодаря публикациям СМИ, прокуроры выясняют, кто ответственен за свалку на берегу. Свалка строительного мусора вблизи ручья Быстрец ориентировочно площадью 500 квадратных метров заинтересовала сотрудников прокуратуры после того, как о факте заявили в средствах массовой информации. Согласно положениям Федерального закона номер 89 об отходах производства и потребления и постановлении правительства от 12 ноября 2016 года, накопление отходов допускается только в местах, на площадках накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства. Обязанность по ликвидации несанкционированных свалок возложена на собственников земельных участков, на которых выявлено складирование отходов. В настоящее время проводятся надзорные мероприятия в отношении виновных лиц, будут приняты меры прокурорского реагирования. Криминальный блок. Поддержаны обвинения в отношении мужчины, который из ревности напал на двоих товарищей. В другом случае, о котором пойдет речь, преступление посерьезнее, сбыт наркотиков и убийство. Прокуратура Московского района города Рязани поддержала государственные обвинения по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам с применением оружия. Установлено, что в октябре 2023 года подсудимый распивал спиртные напитки совместно со знакомыми. Пририновав свою сожительницу, он нанес ей удар ножом, причинив холод и резные ранения. В момент конфликта друг потерпевший поднимался с дивана, а виновный нанес ему ножом удар область живота, после чего попытался нанести еще один удар, однако тот успел оборониться, получив телесные повреждения. Услышав крики, сын потерпевшего попытался выбить у подсудимого нож, ударив его в область лица и руки. В этот момент мужчина нанес ему удары ножом в область рук. После случившегося несовершеннолетний вызвал скорую помощь. С счетом позиции государственного обвинителя суд признал его виновным и по совокупности преступления назначил наказание в виде шести лет лишения свободы, созывая наказание в справедливой колонии строгого режима. Второе дело, о котором рассказали наши редакции в прокуратуре, расследуется уже более трех лет. 4 июня коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт 22-летнему мужчине. Его обвиняли в убийстве 15-летней девочки. В ходе рассмотрения в суде уголовного дела государственным обвинителем представлено присяжным заседателем и суду доказательство того, что в январе 2021 года в дневное время по месту жительства подсудимый, используя веревку, задушил потерпевшую, которая на месте скончалась. В то же время подсудимый с использованием сети интернет вступил в преступный сговор с неустановленным лицом для совместного незаконного сбыта наркотических средств на территории города. Получив координаты из тайника закладки, он забрал наркотическое средство – метилофедрон, массой более 10 грамм, которое хранил по месту своего жительства. Однако преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В коллегии присяжных заседателей постановлен обвинительный вердикт, согласно которому присяжные пришли к выводу о доказанности вины мужчины в совершении преступления. Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране лесов. Нарушения есть. Об их серьезности расскажем в следующем сюжете. Ижевское участковое лесничество – место любопытное. Два дня назад лесные инспекторы заметили там медвежьи следы. Звери этот может быть ростом до 3 метров и бегать со скоростью среднего авто – 50 км в час. А еще раньше – другое диво, но уже в кавычках в этом же самом Ижевском участковом лесничестве заметили природоохранные прокуроры. Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой проводятся проверки соблюдения законодательства лесозаготовителями. В ходе проведенной проверки установлено, что лесозаготовителям на арендованной территории Ижевского участкового лесничества при заготовке древесины производилось ее перемещение и складирование в непредназначенные для этого места. И это повлекло причинение ущерба лесным насаждениям. В результате был причинен ущерб лесному фонду. Ответственность за это административная статья 8.28, часть 1. Это незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан. Штраф лесопользователю – 20 тысяч рублей. Чтобы нарушение устранить, а ущерб возместить, прокурор внес представление руководителю организации лесопользователя. Сейчас документ находится на рассмотрении. Наступил летний сезон – любимое время года для многих россиян. В этот долгожданный теплый период чаще всего планируют отпуска, ездят на природу и отдыхают на морских курортах. Чтобы с комфортом выбраться летом на свежий воздух, важно учитывать актуальные погодные условия. Согласно прогнозам синоптиков, начало лета 2024 года может стать одним из самых жарких в истории метеонаблюдений. Причем в первый месяц лета прогнозируется не только палящий зной, но и большое количество ливней и мощных ураганов. Несмотря на резкое и неожиданное похолодание в середине мая, лето 2024 года будет довольно жарким. По прогнозам синоптиков, наиболее сильно воздух прогреется по всей стране уже в июне. Ожидается, что в первый месяц лета температура поднимется на 7 градусов выше обычных показателей. По словам метеорологов, такое повышение температурного фона обусловлено влиянием мощного природного явления – Эль-Ниньо. Это изменение температуры воды в экваториальной части Тихого океана, которая может менять климат по всему миру, вызывая жару и засуху. Сильный зной накроет территорию Центрального федерального округа в предстоящем июне даже по сравнению с жарким маем. В Рязани области ожидается до плюс 35 градусов в тени. При этом, по прогнозу научного руководителя гидромедцентра Романа Вильфанда, на русской равнине в июне 2024 может произойти и сильное понижение температурного фона, но осадков в виде снега ждать точно не стоит. Таких обрушений температуры, как в начале мая, конечно же, не будет. Падение температуры до плюс 17-18 градусов в июне – это еще возможно, но ниже точно нет, сообщил метеоролог. В Рязани средняя температура в июне составит около 20 градусов тепла днем и 17 ночью. Июнь в городе, скорее всего, будет дождливым. Синоптики прогнозируют в среднем в июне 13 дождливых и 10 ясных дней. Туристам важно учитывать возможные резкие погодные изменения, готовясь к поездке в наш регион. А по народному календарю сегодня, 5 июня, отмечается День Ливона Огуречника. Верующие празднуют обретение мощей святителя Леонтьева. Леонтия – епископа ростовского, одного из выдающихся архипастерей 11 века. Святой считается защитником невинно оскорбленных и обвиненных. Незаслуженно наказанные в чем-либо люди обращают свои молитвы к этому святителю, чтобы получить помощь свыше. Леонтия молится и для покровительства в домашних делах и благополучия. На Леонтия было принято сажать огурцы. При этом обращали внимание на приметы. Если появляется много оводов, это сулит хороший урожай. Нельзя сажать огурцы в присутствии кого-либо. Хозяйки занимались этим, когда никого рядом нет, и запрещали домочадцам подсматривать. Иначе с урожаем будут проблемы. Огурцы могут уничтожить вредители или болезни. На этом у меня все новости на сегодняшний день. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин